здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу продолжить немножечко о нотах и об рисках которые связаны с этими нотами и сейчас я хочу продемонстрировать эти риски немножечко на примере той ноты о которой я говорил ну почти год назад итак давайте посмотрим что это за нота сейчас на экране вы видите мое видео инвестиционная идея 17 процентов годовых вы там вот найдете ссылочку на это видео 20 января 2019 года почти год назад я рассказывал про очень интересную ноту которую можно было купить на иисе 400 тысяч рублей был тогда минимальный порог входа в эту ноту нота была на акции четырех компаний аэрофлот распадская сбербанк привилегированные и яндекс вот такие акции смотрите ставка купона 17 процентов годовых периодичность купонных выплат два раза в год один раз полгода вот защитный барьер 90 процентов это очень такой вот неприятный барьер и купонный барьер 0 процентов зато то есть купон гарантированный а вот а да и барьер отзыва сто процентов что здесь в этой ноте не очень хорошо но то что тот очень хорошо что купон гарантированный и плохо что защитный барьер 90 процентов то есть акции имеют право упасть только на десять процентов но давайте вспомним в прошлом году была ситуация в принципе очень хорошая и ожидался рост и он был в принципе поэтому здесь ничего плохого еще что не очень хорошо мне кажется это периодичность купонных выплат один раз в полгода ну сейчас мы увидим что это чем чаще тем лучше вот и смотрите я хочу посмотреть вот наглядно показать что здесь есть риски какие и как они реализуются то есть как зависит результат инвестиций в ноту от того момента в который мы ее приобрели потому что здесь как раз зависимость есть как оказывается и вот сейчас давайте я вывел в окне графики всех четырех компаний и смотрите что такое раз в полгода это значит полгода 183 дня давайте посмотрим как вели себя акции если бы человек который посмотрел мое видео открыл эту ноту вот вы помните до 20 20 января я о ней рассказывал и предположим что 21 числа кто-то открыл эту ноту вот и что произошло с акциями этих компаний через 183 дня давайте посмотрим ну начнем с яндекса яндекс через 183 дня вот он здесь через 183 дня у нас наступает дата 23 07 23 июля но яндекс явно вырос явно выше порога отзыва и здесь все хорошо причем хорошо выше на 22 процента вот теперь следующая компания которой мы смотрим это распадская распадская тоже выше чем порог отзыва все хорошо теперь смотрим дальше следующий компания то есть на первый период наблюдения мы смотрим следующая компания сбербанка на 13 процентов выше чем сто процентов то есть соответственно все хорошо и аэрофлот Аэрофлот на грани 0,91%, но все равно выше, чем порог отзыва. Что это значит? А это значит, что данная нота была бы отозвана в первый же период наблюдения. Их всего два. Нота на год и два периода наблюдения. Она будет отозвана. Но давайте посмотрим. Вот вы видите, что Аэрофлот. Что произошло бы, если бы человек открыл ноту не 21, а, скажем, 27, на неделю позже. Сдвигаем. Здесь 25, 20, 28, судя по всему, там на субботу попало. И 183 дня. Аэрофлот выше. Но на грани. Так, ну, здесь явно все хорошо было бы. Здесь. Давайте посмотрим. 27 число. Так, 31, 29. Вот, она выросла. 28 число. Она выросла. И отсчитываем 20, 183 дня. Посмотрите. Мы взяли, когда акция была на локальном, ну, как бы, вот она выросла. А здесь, через полгода, оказалось, что она оказалась ниже. Минус 0,73. Что в этот момент произошло бы? В этот момент мы получили бы свой купон в размере 17% годовых пополам. То есть, это 8,5% от суммы инвестирования. И мы ушли бы на второй период наблюдения. А второй период наблюдения – это уже конец действия всей ноты. Вот. Ну, и здесь совершенно очевидно, что... Посмотрите. Вот, что происходит на второй период наблюдения. Минус 33%. А порог отзыва... Вот сейчас она, на настоящий момент, она еще не закрыта была бы. Порог отзыва этой ноты. Давайте посмотрим, какой порог отзыва у нее. Вот он вот. Так, здесь мы ставим... Ну, скажем, да, вот это вот самое 20... Какое? Восьмое число, правильно? Да, 28 число. Смотрим вниз. 28 число. И минус 10%. Вот 28 числа. Вот он порог отзыва. Вот. Ну, примерно здесь. Примерно здесь. Вот, на желтой линии порог отзыва. А распадская почему-то пошла очень сильно вниз. Вот. То есть, здесь вот мы получили бы купон 8,5% годовых. И что получается? А получается вот... Ну, где-то вот она в районе там, ну, 103, судя по всему, и закроется. Давайте посмотрим, на чем она закроется. Ну, вот где-то так она закроется. Вот. Я думаю, что вот так она будет. То есть, смотрите, минус 31,72%. Те люди, которые инвестировали 21 числа, они получили бы через полгода... Смотрите, как интересно, через полгода они получают купон, и нота закрывается. Те, кто спустя неделю инвестировал, потому что спустя неделю акции выросли, они получают первый купон 8,5% и в результате они получают акции чего? Акции распадской. На всю сумму, на 400 тысяч по цене вот этой, по цене 134 рубля, в то время, когда акции стоят, ну, где-то вот 103 рубля. То есть, люди получили бы, ну, скажем так, 8,5% доходность на 400 тысяч, и плюс акции, которые, в общем, сказать, 30% убытка. Поэтому вот этот пример очень хорошо демонстрирует, что точка входа, она имеет значение. То есть, надо вступать вот эту ноту, да, открывать ноту, когда акции, ну, либо после падения, вот смотрите, вот если здесь, да, ну, как бы тут все хорошо, потому что акции упали, ну, тут они и дальше упали. Во-первых, нужно, чтобы вот этот вот порог отзыва был чем ниже, тем лучше, защитный барьер. И нужно, чтобы купонный барьер был чем ниже, тем лучше, потому что при падении, ну, здесь купонный барьер ниже некуда, 0. Вот, поэтому, поэтому здесь и защитный барьер такой высокий. Вот такая интересная иллюстрация. Ну, я думаю, что я показал. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Ну, а сейчас следующее видео вы увидите текущее состояние по тем нотам, которые есть. На сейчас все. Спасибо за внимание.